Роверспай Внешне девайс принципиально ничем не отличается от других подобных, зато забегая вперед скажу, что сам танк целиком и полностью собран во Франции, что в наши дни большая редкость. Итак, на передней части расположилась массивная голова с камерой и инфракрасной подсветкой, которая умеет подниматься и опускаться для того, чтобы вы могли шпионить максимально эффективно. Сверху прорези для динамиков, по желанию можно заставить танк разговаривать вашим голосом, гнездо, куда вкручивается Wi-Fi антенна и светодиоды индикаторы заряда батарей и подключение Wi-Fi. Батарейки, кстати, в комплекте нам найти так и не удалось. Переворачиваем танк. Снизу тумблер включения-выключения, отсек для шести АА батареек и кнопка сброса настройок танка, если он вдруг начнет себя вести не так, как ему полагается. Все, в общем-то, достаточно просто. Подключение девайса происходит элементарно. Чтобы начать по катушке, нужно вкрутить антенну и включить танк переключателем снизу. После этого он сразу создаст Wi-Fi сеть, к которой мы подключимся. Дело за малым, загрузить бесплатное приложение с App Store или Google Play и приступить к тест-драйву танка. Если вы знакомы с механикой управления подобными танками, то и со Spicey танком у вас проблем не возникнет. Приложение выполнено по очень похожей схеме. По центру экрана располагается окно, в котором отображается то, что на данный момент видит танк, а ниже все управляющие элементы. Управление каждой гусеницей отдельно, кнопки съемки видео и фото, включение подсветки, запоминание и повтора маршрута, кнопки управления динамиками и микрофоном, ну и, естественно, управление углом наклона камеры. Управлять, кстати, можно не только наэкранными кнопками, но и гироскопом. Но исключительно субъективно кнопками управления все-таки более удобно, хотя, наверное, это дело привычки. Сам по себе танк ездит достаточно шустро, но стоит отметить, что очень многое зависит от элементов питания. Если вы вставите какие-нибудь дохлые китайские безымянные батарейки, не ждите, что танк у вас будет носиться как ужаленный. Скорее наоборот, черепашки из ближайшего зоомагазина будут давать ему фору в скорости передвижения. Зато, если вы не пожалеете денег на хорошие батарейки, то танк будет ездить быстро и достаточно долго. Производитель обещает 75 минут использования танка. Что касается качества видео, которое записывает танк, вот тут-то Спайси нужно хорошенько пожурить. Разрешение получающихся роликов составляет 320 на 240 точек, что, сами понимаете, по сегодняшним меркам совсем не серьезно. Фотографии снимаются в том же разрешении, поэтому, если вы будете собирать на кого-то компромат, то на камеру танка особо рассчитывать не стоит. Качество сохраняемых материалов очень даже средненькое. Такая вот штука этот Спайси Танк. Ездит быстро, управляется удобно и живет от одного комплекта хороших батареек больше часа. В качестве плюсов можно еще назвать удобную и простую настройку и подключение и качественную сборку. Спайси выглядит и ощущается в руках достаточно солидно. Если у вас или ваших друзей есть айфон, айпэд или какой-либо андроид девайс, Спайси Танк станет отличным подарком, который, я уверен, доставит немало удовольствия всем окружающим. А на этом все. О танке вам рассказывал Илья Казаков. Подписывайтесь на наш канал, непременно ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии к этому видео и оставайтесь с нами на appleinsider.ru. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»